Девушки отдыхают 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 В Кремль. А, например, театры, художественные? Не, ну, в Париже, конечно, но тоже ходим. До этого пока еще не доходило время-то. Ну, будет, обязательно сходим. И на выставки хожу, и в кино, и в театры, и в кафе. Ну, вот раньше было принято ходить в театры, в музеи. Это было признаком воспитанности и отсутствия дыр на вкусе. Сегодня все чаще молодые сидят либо за компьютером, либо ходят в ночные клубы. Хорошо, конечно, некоторые молодежи занимаются спортом, но та молодежь, которая занимается спортом, она, как правило, вычеркнута из другой культурной жизни. Мне кажется, это вот совершенно не настолько критично, сколько вы, Надя, описываете. Условно говоря, молодежь пытается подражать супергероям. А кому им подражать, если в данном случае, ну, это, как правило, ровесники? Кроме того, то, что молодежь не читает, не соглашусь. Может быть, не такое количество бумажной литературы, но потому, как вот раскупаются покетбуки, по тому, какой рейтинг и посещаемость на сайтах библиотеки онлайн, где можно что-то скачать. То есть они совершенно не глупеют. Потом, приходя в тот же вот драмтеатр Сергей Блохин, не даст соврать, он это видит со сцены, я это вижу из зала. Я вам точно скажу, что средний возраст, это далеко не за 40. Филармония. Блестящий пример. Концерт Гергиева. В 7 часов он был торжественный, пафосный и был объявлен значительно заранее. А в 14.00, в общем-то, об этом концерте знали не все. Праздники. Город вымирает, потому что все на дачах. Я вам скажу, 920 мест филармонии были заняты, и молодежи было очень много. А о том, что приводит тех, кто не интересуется выставками к этому состоянию, ну, наверное, естественно, это семья. Вот я увидела Олега Рябова. Мы не виделись очень много лет. Так сложилось, что когда-то, когда я была девочкой-школьницей, мы были большими подружками своего дочери, жили в одном подъезде. Я увидела там впервые настолько шикарную библиотеку, и мы с Машей, умудряясь бегать и на концерты, и на выставки, в то время, которое надо было провести дома, либо там с младшими братьями и сестрами, либо по каким-то иным причинам, мы просто-напросто тихо забирались к дяде Олегу. Пока его не было, доставали какой-нибудь замечательный фолиант раритет, который, в противном случае, нам его в руки не давали. И мы просто читали. Я больше скажу, зачастую я вязала какой-нибудь модный шарф, потому что в то время купить было ничего нельзя, а Машка читала вслух. Потом мы менялись ролями. Сейчас я смотрю на своего сына. Мальчишке 12 лет. Я не скажу, что он совершенно не увлечен. Да, я его немножко, ну, немножко менторски подсаживаю на ту же самую классическую музыку. Пока мы ходим в вариантах абонемента музыка в джинсах, или сказки под оркестр, когда читается произведение оркестр фоном, ну, просто, чтобы не возникло такого, что мы в свое время переели Чехова в школьной программе, а в сознательном возрасте подошли к блестящему автору уже к 30, когда вот прошло это отторжение. Но, в общем и целом, я боюсь показаться старушкой с роскошной фразой, молодежь у нас хорошая. Ну, она действительно хорошая. Ну, я-то не совсем соглашусь, на все 100%, по крайней мере. Вот я все время хаю автозаводский район, живу там примерно 6-7 лет, приехала из центра. Я ничего против автозавода не имею, но я вижу, как молодежь проводит свой досуг, в основном, как и молодые мамы с отцами, выходят в основном в парк, пьют пиво, здесь дети в колясках. То есть их, как таковые театры, либо чтение книг, их это не интересует. Надюш, это может очень просто объясняться. Понимаешь, вот элементарный... Сорновский район тот же самый. Дело не в этом. Элементарный материальный момент. Вот билет в театр на хороший премьерный спектакль, по-моему, не соврать, рублей 500, на двоих тысяча, доехать на маршрутке туда-обратно, еще там 40-50... Куда проще купить бутылку пива, я понимаю, да. Вот. Они, понимаешь, идти в кинотеатр, когда можно посмотреть на торренте тот же фильм, чуть похуже качеством, ну то есть тут, к великому сожалению, в том числе и в деньги многое упирается. Читают меньше, значительно. Выжимки из произведений. Вот, девочек, поспрашивайте, какие вопросы в ЕГЭ, да? Что с Анной Карениной случилось? Значит, что с ней произошло? Вот, в общем, не обязательно читать Анну Каренину, ведь какие-то вопросы не поднимаются. Не знаю, кто-то переел Чехова, мы вот его много знали, а сейчас филологи заканчивают педагогический университет и не знают дяди Ваню. Пьесу дяди Вани не знают и считают, что это так и должно быть. Вот вам и прекрасный писатель. Поэтому могут вкусы меняться, но с этим не согласны. И в филармонии я часто бываю, у меня два абонемента я беру так, вот. Молодежи мало, очень мало. Есть те, кто непосредственно занимается, ну, в консерватории, музыкальном училище, есть любители, в основном, женщины среднего и старшего возраста. И на этом концерте, который был Гергиевский, там молодежи не так уж много, просто вы преувеличиваете, не так много было. И с радостью некоторые даже подпевали, значит, пишем по белому, черным, черным, там пишем по черному, мелом. Вот эти песенки, и Маршаковская ужасная стихи были там. К сожалению, Прокофьева не тем помянули, чем надо бы. Вот такими ораториями, которые была в этот раз, привлечь к творчеству Прокофьева, одного из замечательных композиторов нашего имени, молодежь нельзя. Вот те, кто ругают молодежь, не они ли в подавляющем большинстве ходили на выборы? Не они ли подавляющим большинством? Всем нам известно, как голосуют педагогические составы, как учителя, которые потом клянут власть за свои махонькие зарплаты, как они берут под козырек и знают, кого им надо провести. И предварительно еще за пару недель до выборов все подписываются, что проголосуют за того-то. Примеров массы, что говорить. И дальше мы получаем то, что получаем. Тот же самый Рахманинов. Я прекрасно понимаю, почему Георгиев был вынужден взять вот эти стихи Маршака после того, как ему привели в порядок Мариинский театр. Это элементарная, ну как сказать, ну дань благодарности и вежливости. Если власть вложила денег, надо как бы отдать ей добро. И то же самое касается книг, и то же самое касается кино. Если российский кинематограф уже коррумпирован до края, и мы имеем просто семью Михалковых, которые выпускают под своим продюсированием то, что они выпускают, есть уйма роскошного советского, российского кино. Но вы его увидите в лучшем случае в Орленте или на ТОР. Но все права на Первом канале. Да. А все остальное идет... Помните, когда в нашем же ННТВ-шном эфире Безруков рассказывал, как они снимали сериалы «Есенин». Было отснято материалы на, по-моему, 16 серий. Там было очень много текста, было очень много стихов. Но есть формат. И было выбрано пьянство, юбочничество и все остальное прочее. Остальное тупо не уместилось в сериал. Вот вам ответ на все вопросы. И кто это контролирует, и кто придумал ЕГЭ, и почему педагоги всей страны просто не встали на дыбы и не сказали, что вот эта система тестов, она сгубит попытку знать что-то глубоко. У ребенка 24 часа в сутках. Он живой, ему надо спать, ему надо кушать. У меня сын посмотрел сейчас в эти праздничные дни фильм «Брестская крепость». И вот он уже шестой день со мной разговаривает на тему Великой Отечественной войны и говорит, его настолько это потряслось, что ты говоришь, что нет хороших фильмов. Видимо, он был хороший. Он постоянно мне говорит об этом. О подвиге, об этом с совершенно вытушенными глазами. При этом могу сказать, что он у меня как раз вот говорит о читающем, о семье, вот что вот. У меня семья вся читающая. Вот старший ребенок совершенно не может читать, а младшая, она там по шесть раз в день не может без книги обходиться. Я не знаю, что это... Вот вопрос о родителях. Просто вашим детям повезло с родителями. Не, а что касаемо посещения театра, выставок и прочего, я совершенно тоже, наверное, согласен с Натальей. Мне кажется, я в этом плане оптимизм. Все равно, как бы, есть этот процент, который там 8-10, которые заявляют по-разному, 12. Он как был, мне так кажется, он так и остался. Может быть, здесь ключевое слово все-таки не так кажется. Эти люди так же и ходят в театры, ходят на выставки и входят. Да, наверное, привлекать надо. Мне кажется, просто очень сильно сменилось не то, что сказать, темп ритмы, а вот это пристрастие, как бы, к фастфудной жизни, и к культуре, к искусству. И к фастфуд, кино, и прочее. Тоже оно, как бы, есть проявляется. Все очень быстро живут, очень трудно, как бы, думать, созерцать. И таких людей за эти 18-12 процентов очень трудно выбить. Потому что смотреть, скажем, если мы говорим о Чехове или о чем-то, нужно, ну, нужно, да, читать. Нужно читать, нужно думать. Все хотят жить быстро, быстро, быстро. Поэтому, а читают, ну, посмотрите, вы зайдите в любой книжный магазин. Почему не читают? В книжном магазине всегда люди. Больше, чем в продовольственном. Другой вопрос, какие книги они покупают? Ну, и в хлеб. Вопрос, какие книги покупают? Это первое. И что читают? Это второе. И потом, ну, изменились очень ценности. Вы же сами говорите, все торопимся, торопимся. Куда торопимся? А? Мы уже, наверное, никуда не торопимся. Вся беда и в этом. И от родителей зависит. А люди, понимаете, как бы состояние жизни в айфонах, жизни в компьютерах, в жизни. Вот когда мы в свое время жили, ну, понимаете, у нас, я, может быть, крамольную вещь скажу, но нам, кроме как читать и, наверное, смотреть утреннюю почту и спокойной ночи, малыши, особо-то не было. У нас было удовольствие читать, заниматься спортом, математом. Сейчас информационное поле настолько велико. Вот ребенок, он рождается, он уже, понимаете, он рождается вокруг сплошных баннеров, сплошной, как бы, рекламы. Он просто уже живет в другом мире. Вот сейчас в театре у нас, как бы, там, клуб любителей театра драмы, студенты. Они смотрят все, смотрят. Они смотрят и Чехова, они смотрят и Гоголь, они смотрят и Горького. Они приходят, это обсуждают. Что говорить о Барсенале? Огромное количество людей, которые идет, и, как ни странно, огромное количество, как раз, мне кажется, больше молодежного. Что говорить о выставках, обо всех этих ночи, музеях и прочее, прочее. Они откуда идут? Там проекты, драма, толк и прочее, прочее. Это же, как бы, рождается, на самом деле, таким достаточно молодежным движением. Она хочет, она ищет. Может быть, не всегда туда и куда-то, но то, что стремление у молодежи точно есть в культуре, это стопроцентно. И просто, может быть, как слепые котята тыкаются, не могут найти. Мы в свое время, прослушав все симфонии Бетховена, прочитав всего Чехова и Пушкина, мы могли занять достойное место в социуме. Сейчас, не освоив вот то массы информации, в которой Чехов, Пушкин и Бетховен занимают маленькое-маленькое место к нашему огромному сожалению. Они не смогут стать успешными, они элементарно не смогут, я не знаю, содержать семью, адаптироваться в обществе. То есть, изменились условия, и нам надо искать абсолютно другие пути. Человека делает человеком литература, искусство и культура. Если этого нет, то человек, получается, может, он и будет востребован в социуме, но он не будет настоящим человеком. Ну, во-первых, нет знака равенства между пониманием, знанием искусства и тем, какой будет человек. В конце концов, не надо забывать, что Адольф Гитлер учился на художника и вполне себе разбирался в искусстве. Это не гарантия. Тут не такая прямая связь, она более сложная. Хотя, конечно, от понимания искусства, от умения свою жизнь как-то координировать в соответствии с художественным опытом человечества польза несомненно. Другое дело, давайте подойдем к проблеме с другой стороны. Вот есть молодежь, и есть цивилизация, в которой она существует. Мы с вами, люди, скажем, более зрелого возраста, оказались свидетелями цивилизационного скачка. Мы оказались в другой цивилизации. Молодежь в ней родилась и в ней существует. Соответственно, вопрос, а что культура или, скажем, искусство, как этот вызов принимает искусство, оно стало интереснее для молодежи. Как мы в школе преподаем Анну Каренину? Мы делаем ее актуальнее сейчас? Мы ее интерпретируем по-другому? Или мы повторяем, там, я не знаю, базаров лишний человек? Мне кажется, очень многое зависит от семьи, от воспитания. Если меня и сестру мою с детства приучили к классической музыке, к театру, к хорошим фильмам, ну, хорошие, ну, полет какие, то мы так и продолжаем, мы смотрим это. И есть потребность, хочется что-то впитывать, узнавать новое, но не, как бы, не низкое, что ли, а что-то высокое, хорошее. И стремиться туда, и тянуться к этому. Я очень люблю «Войну и мир Толстого». Хоть пускай говорят, что... Это ваша любимая книга? Да, из русской классики, это любимая книга, не знаю. Очень люблю. Анну Каренину меньше. Современная литература. Если ты уже прочитаешь Толстого, к современной ты не перейдешь. Язык сразу же видно, какой здесь и какой здесь. И не знаю. Есть огромные слои молодежного общества, которые ничего, действительно, кроме бутылки пива там, и нажраться, и подраться, прошу прощения, либо это скинхеды, либо это гопники, либо это кто угодно, любые движения, там масса молодежных движений, потому что молодежь не может существовать в броуновском движении. Она пусть на низком культурном уровне, но кооперируется, группируется, пытается себя чем-то занять, и в основном она занимается, на мой взгляд, бессмысленным протестом, потому что, ну, это мое личное мнение, любые революции, которые происходят, они все равно приводят к нулевому результату, потому что даже очень левая или правая группа, какая угодно, простите за политику, которая берет власть, все равно становится потом, через очень даже короткий срок, такой же коррумпированной, такой же любящей вот эту свою власть и любящей деньги. Так вот, культура, как таковая, вот культура, и молодежь, они всегда и в притяжении, и в конфронтации, просто в процентном соотношении гопнического народа, молодого, у нас, на мой взгляд, гораздо больше, чем маленькой, тоненькой, вот как плесень культурной прослоечки, которая вот, что-то там, вот она ходит в выставочный зал, вот, да, на площади Минина, на Покровке, заловите любую девушку, парню там, пару молодую, и они ответят, да, что-то они могут идти из выставочного зала, или из арсенала, или из кремлевского зала, совершенно спокойно. Действительно, поезжайте в Гнилицы, поезжайте, там, я не знаю, на окраину Сормово, там, на Дубравную, да, что там, просто отъезжайте в любое Лысково, в любое Васильсурск, в любое Павлова-на-Оке, в любое дерево, все становится вам сразу понятно, но это не значит, что я пессимист, и я просто, я, я как писатель, и не дадут соврать мне писатели, мои друзья, которые здесь, мы делаем все возможное для того, чтобы старыми или новыми формами, да личными своими формами привлечь. Здесь все зависит от личностной силы того, кто это делает. Хорошо, детские библиотеки существуют? Существуют, о них потом скажут. Журналы, журнал «Земляки» Олег Рябов существует, да там половина молодых авторов, половина добрая, может быть, даже больше половины, и это действительно хорошие авторы. Вот эта страта, которая творит, которая пишет. И еще очень важный момент, очень-очень важный, когда речь идет об экстраполяции в какое-то будущее, то есть о каком-то футурологическом нашем направлении мысли, мы не можем сказать, что будет завтра. Может быть, наша страна рухнет в сплошной бескультуре, но сейчас идут действительно поиски новых форм, они даже не в том, чтобы преподавать Анну Каренину каким-то таким вот вроде какого-то шоу, и да, учитель должен быть и актер, он должен быть артист, он должен подавать так материал, чтобы класс вот так вот, потому что да, если близость к народу, далекость от народа, это молодежь слушать не будет, современная культура вас требует и требует других форм, что касается книги, электронная книга это не беда, я просто даже скажу, что сейчас уже есть книги, которые объединяют текст, чтение за кадром, живопись, рисунок, движущийся видеоряд, и все это вместе, и все это синтез, конечно, молодежь будет покупать, стире, читать, скачивать из интернета такую книгу, и бумажная книга, как Сакрал, останется, да, останется, она будет наряду с этой книгой, и любые виды искусства, любые формы и проявления культуры, они не умирают, когда кричат русская литература умерла, я в это не верю, ни разу вообще, и так далее, и молодежь наша, вот нужны формы, существование таких форм, выхода на работу с ней, действительно новых, и это должны быть люди даже старой формации, но которые пересматривают свое отношение к этой теме, проблеме, теме. В этом году у Нижегородского оперного театра прошел абонемент, не далее, как в Балахне, четыре спектакля, мы там отыграли, ну, зал, конечно, понятно, что там не тысячный, но очень приличный зал, люди были удивлены, поражены и обрадованы, то есть они встречали вообще с распростертыми объятиями, чуть не в ноги кланялись, говорили, приезжайте к нам еще. Это вопрос уже не культуры, уже не культуры, я не знаю, предоставление автобуса. Это вопрос культурной политики. Совершенно верно, совершенно верно. По сожалению, все равно, как бы, если говорить о культуре, все равно существовал определенный заказ, и государство стремилось, другое дело, что это складывалось в какое-то другое там направление, которое нам всем сейчас не нравится, но то, что он был, и поэтому, ну, в какой-то мере государство и заставляло что-то, понимаете, делать, смотреть, и как бы это могло нравиться, не нравиться, но нас воспитывали. Сейчас такого нет. Сейчас гораздо чаще можно увидеть президента на ринге, да, пропаганда спорта, а вот если бы еще культуру пропагандировали, увидели его со скрипкой или за фортепиано, действительно, красиво играющим, да, может быть, молодежь бы... Мы можем опуститься и... Он достаточно-достаточно красиво играл эту знаменитую... Перебирал пальцами, да? Да. Мне кажется, что Сергей очень правильный вопрос поднял. Если был заказ от государства, то был, соответственно, и контроль от государства, и определенная идеология, и ты должен был выполнять эту идеологию, как работник культуры, ты должен был эту идеологию выполнять. Поэтому то, что на сегодняшний день нет этого четкого заказа от государства, конечно, это хорошо. Но я очень согласен. Мне кажется, пропустили в нашем разговоре мысль Анны Марковны. Анна Марковна сказала о том, что мы должны понимать новые потребности молодежи в культуре, не пытаться тянуть их и бесконечно повторять фамилию Чехова, Толстого и так далее. Мы должны понимать их потребности. Это очень важно. Потому что, на мой взгляд, человек, который прочитал последнюю книжку Виктора Пелевина, только что вышедшую, ничуть не хуже, чем тот человек, который прочитал всего Чехова, но не читал последнюю книжку Виктора Пелевина. Можно назвать еще тысячу фамилий, огромное количество фамилий современной литературы. Но дело не в этом. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что вообще разговор-то шел не о том, что читать. О том, что читать, это уж определять, да, определять трудно. Но повторять имена некоторые неплохо, Лев Юрьевич. Неплохо. Неплохо. Кто же говорит, что плохо. А вообще-то, вот девочки у нас говорили точно и определенно, если ЕГЭ будет сохраняться, то в ЕГЭ необходимо культуру современную и несовременную русскую вносить. И, понимаете, вопросы должны быть связаны и с культурой, и с литературой, не так, как сейчас они задаются. Куда окно открывалось в пьесе «Три сестры» вот было у Елизаветы в ЕГЭ? Вовнутрь или вне? Вот это потрясающий вопрос. Понимаете, кто их сочиняет? Кто этим занимается? Я закончила вот школу три года назад, у нас было два урока в неделю литературы. О чем можно говорить? Какая вообще литература? Если Ромео и Джульетта мы читали, по-моему, в шестом классе, она была в сокращении. И Ромео и Джульетта в шестом классе неправильно. Ромео и Джульетта надо читать в десятом классе. Сейчас, если спросить, кто знает, я не знаю, ремарка «Три товарища» знает два с половиной человека. Все, сейчас нет ничего. И Пелевина я тоже люблю. Предложение, вы говорите, какие предложения? Предложение. Обращаться к руководству с тем, чтобы на культуру... Вот есть письмо полякова, это литературная газета, вернее, статья. Это было несколько лет тому назад. «Зачем вы мастера культуры?» Он там писал, что сложилось такое впечатление, как будто культура отделена от государства. Вот об этом я и говорю. Причем люди думающие и культурные считают, что вот недавно я встречалась с режиссером Грымова, мне повезло. Вот он говорит, что Россию, наверное, объединит та самая культура. Это единственный способ объединить нас всех в нашей стране. Вы с этим согласны, нет? Конечно согласен. Ну и, соответственно, хотелось бы, чтобы государство То есть нужно привлекать государство к участию. У нас здесь есть представители власти, которые, наверное, ответят на мой вопрос. А как власть, как государство поддерживает развитие культуры в Нижегородской области? Чем помогаете? И как считаете, вообще достаточно ли этой помощи? Я подержу. Я представитель Министерства спорта и молодежной политики. Все-таки культура несколько не наш профиль, но, тем не менее, хочу сказать, сначала привести высказывание одного норвежского сценариста очень интересное. Юность – это возмездие. То есть юность – это тот период, когда человек динамично развивается, когда он реализует все возможности, которые ему дают жизнь. И молодежь такая, какая она есть. И в случае каких-то моментов отрицания реальности это все будет абсолютно неправильно. Но вы ответите на самый главный вопрос. Вообще, как вы считаете, вы согласны с коллегой? Должно государство поддерживать молодых в культурном направлении, чтобы они развивались? В частности, касаемо нашего направления, мы приняли стратегию развития молодежной политики в Нижегородской области 2020 года. И там прописано одно из основных направлений. Это поддержка семьи как ключевое, как бы ценностно образуемое такое ядро. Социальная активность и солидарность и нравственность. То есть есть такие направления отдельные, выделенные. И, соответственно, проектные линии, идущие за этими направлениями, которые будут развиваться. Главное, чтобы эти направления оставались не только на бумаге. Я хочу сегодня сказать о личности, которая сделала себя такой, какой она стала, известной в России. Это личность Николая Александровича Добролюбова. К сожалению, вот к своему, да, почему в программе литературы рассматривается и изучается Добролюбов как литературная критика, наверное, сейчас еще меньше, по статье «Лучший свет в темном царстве». Да, и когда люди к нам приходят, мы знакомимся с нашим посетителем, задаем вопрос, насколько вы знаете Добролюба, «Лучший свет в темном царстве». А это удивительная личность, на которой надо воспитывать молодежь. Очень уважаю Добролюбова. Очень знаю ему цену, скажем так, как литератор, я знаю цену Николаю Добролюбову. Но никакая молодежь. Для молодежи это литературная археология. Хоть вы самое хорошее про Добролюбова, прекрасного расскажете молодежи, никакая молодежь сейчас им не увлечется, не поднимет его на флаг Чингисхана. Олегу Рябову словно. Да, да, как вы считаете, что может заинтересовать молодежь? Мы потом спросим молодежь, что она думает по этому поводу. Посмотрим сюжет. В течение часа, по-моему, в течение часа половину из тех, кто говорят, не понимают, что культура и искусство это разные вещи. Разговор идет о искусстве. Культура это совсем другое. Культура это привычка. Если меня папа научил ножовкой пилить трубу, это культура труда. И я перепилю и не сломаю полотно. Если меня бабушка научила вытирать нос, это культура поведения. Если меня научили здороваться, уступать место женщине, это культура речи, культура поведения. Это культура. А сейчас идет разговор почему-то об искусстве. О каком-то театре, о каком-то кино, о каких-то книгах. Мы об искусстве говорим или о культуре. И об искусстве, и о культуре. Но вы как считаете? Второе. По поводу книг. 40 лет назад наша страна выпускала за год 30 тысяч наименований. Сейчас 250 тысяч. Мы с вами 40 лет назад не мечтали прочитать ни Ницше, ни Шопенгауэра, ни Библию, ни Солженицына. Я сам редко бываю в театрах, но могу сказать, что я в этом году в драме был два раза, в оперном три раза, один раз комедия. И я всегда там вижу молодежь. И 40 лет назад оперный театр был пустой, а сейчас он битком. Но меня волнует другое. Меня волнует единственное течение, которое сейчас почему-то не пропагандируется и почему-то никого не волнует. Это постмодернизм и постпостмодернизм. На чем он основан? 80 лет назад Дюшан пририсовал усы Монни Лизи. И теперь, когда я вижу вот эти хэппенинги, перформансы, флэшмобы, которые кем-то организовываются, но результат неизвестен, это очень страшно. Люди, которые организовали вот эти танцы в Храме Христа Спасителя, они не знали, что они в свой этот перформанс втянут первых лиц земного шара. Но ведь что произошло? Если бы они это сделали где-то на поляне, где-то, но ведь они попытались, так же, как и Дюшан, разрушить сакральные ценности. Самое ценное это нашу память, историю, духовность. У меня есть один человек, совершенно неверующий, и он сказал, если бы эти девки выступили по крова на Нерли, я бы их удавил. Для него не вера и православие важны, для него важен вот... История нравственной ценности какие-то. Вот. Поэтому мне хочется сказать, что вот это меня сейчас очень волнует. Когда ставится спектакль «Три сестры и все три сестры проститутки», ну, зачем ты так назвал? Ну, ты поставь спектакль про проституток, ну, при чем тут Чехов? А потому что надо разрушить сакральность святого Чехова. И когда я всегда вижу какие-то мероприятия, связанные с разрушением того, что свято, меня вот это пугает. Ребята, которые устраивают вот эти дикие перформансы, они причина того, что на еврейских кладбищах пишутся свастики. Уничтожается самое святое кладбище. Спасибо вам большое. Давайте спросим одну. Морис Дюшан не только пририсовал усы Монни Лизи, он еще выставил писсуар и сказал, что это объект искусства. И это, в этом есть созидательная, а не разрушительная история. И это очень важно. Я не возражаю, против Хармса, он про Пушкин анекдоты рассказывал, а они созидательны, а не разрушительны. И здесь писсуар с подписью фонтан тоже созидателен. Согласен. Согласен. Это просто комментарий. Писсуар это не Монни Лиза и не Чехов. Я больше, конечно, предпочитаю классику, но просто, опять же, это к вопросу воспитания, потому что меня так воспитали. А чего бы вам хотелось видеть? Вот чего хочет молодежь? Ну, не знаю, я, наверное, сейчас больше буду говорить за образованную молодежь все-таки. Я могу сказать, что молодежь, во-первых, хочет больше доступности всей этой культуры, потому что, опять же, вопрос денег вот этого поднимался, материального положения. Вот, например, моей семье, да, вот сходить в театр, да, это хорошо, но это, ну, раз в полгода получится, например, потому что нету просто такого вот высокого материального положения, а хочется, постоянно хочется видеть, опять же, Чехова три сестры, мне хочется видеть Чехово-Вишневый сад. например, вот ходила в театр, наверное, полгода назад. Ходила я на, уже даже не вспомню, наверное, ходила в драму, театр-драмы, и мне очень понравилось, я очень люблю эти выступления, представления, такую литературу, но также я не пренебрегаю современной литературой, ну, просто это вопрос, опять же, образованности человека, и то, в какой семье он встался. Меня воспитали так, что ты как-то, ну, не то, что должен читать книги, но хотя бы что-то. Вам это нравится. Ну, нужно это знать хотя бы. Спасибо вам большое. На самом деле, большая часть представителей молодежных направлений, различных молодежи, говорят о том, что, может, вы с этим и не согласитесь, здесь все-таки представители культуры и искусства сидят в этой студии, что все-таки кризис существует сейчас в этой сфере, в этой отрасли. Я предлагаю посмотреть сюжет. Собственно, вот эти вещи, они зачастую тоже молодых отталкивают от того, чтобы пойти в театр, либо посетить какой-либо музей. Внимание на экран. В каждой сфере деятельности человека время от времени возникают проблемы, которые необходимо решать. Культурная жизнь Нижнего не исключение. К слову, здесь уже давно назревало что-то похожее на кризис в экономической системе. Только дефолтом или стагнацией это трудно назвать. Знакомьтесь, знаменитые сломанные ворота на заднем дворе театра оперы и балета. Чем не показатель обвершалости? Работники говорят о необходимости срочной модернизации театра. Весной здесь текущие потолки, а летом ремонт своими руками. Крыша течет, крыша течет не один год. Как-то ее подлатывают, ее ремонтируют. Потом опять проходит лето, проходит, так сказать, осень-зима, снег на нее давит, она опять начинает течь. Проблема модернизации стоит более чем остров театра оперы и балета. Маленькая сцена, невозможность быстро сменить декорации, все это лишь осложняет игру актеров вкупе с маленькой зарплатой. Другая проблема, или даже не проблема, а изменение восприятия произведений со сцены. Ценится экшен, кровавые разборки и драки, плюс откровенные постельные сцены. Все это вряд ли можно уместить в одной постановке. Дюма, то есть мы шли смотреть Тревиату, потому что это Дюма, потому что это Тримушкетера написал, да, Дама с камелиями, вот какую-то, мы шли смотреть Тревиату. Что сейчас Тримушкетера? Боярские пора-пора порадуемся. В центре современного искусства настроения практически те же. Говорят, что нижегородцы мало проявляют свой талант. И вот на очередной выставке представлены работы зарубежных или в крайнем случае гостей из других регионов. У нас культура своя для своих и типа нам ее хватает, но на самом деле не хватает. И когда у нас есть вот такое смутное ощущение, что людям нужно чего-то еще, то мы как раз вот это и чувствуем. Нам нужно высокое качество в культуре. Стоит ли сейчас так строго судить о развитии нижегородской культуры или подождать и посмотреть, как она будет развиваться дальше? Вот такой сюжет. На самом деле вот молодой человек у нас долго тянул руку. Скажите, вы тоже за качественное проявление культуры, за качественное во всех смыслах, чтобы были театры отремонтированы, чтобы было приятно туда ходить, чтобы были всевозможные постановки, чтобы гастролирующие актеры, допустим, из Москвы могли сюда приехать на эту сцену и выступить достойно? Сцены не хватает. Вы дольше задаете вопрос, по-моему, чем я буду отвечать. Знаете, у меня специфика такая. На самом деле, да. Я уже давно прошу дать слово и так далее. Вопрос в чем? Ругаться не будем с вами. Конечно, не будем. Нет, никаких руганий. Никакой ругания. Вопрос в том, что вот я сейчас сижу, ну, вроде я еще молодой там по закону человек и очень мне тяжело слышать рассуждения людей, которые, ну, на самом деле, уж никто не обижаетесь, да, ну, кто уже не относится к молодежи, а о том, что у нас бескультурная молодежь. Да, говорить о том, что вот как вы, допустим, сказали, что там автозавод, Сорумова и так далее, что-то там, какой был термин? Гопота. Это что такое? Это городская организованная преступность. Вы знаете же значение этого термина? Людей вот так вот обзываете. Это, по-моему, проявление, опять же, бескультуре, а мы здесь о культуре говорим. А у вас сейчас проявление культуры по отношению к родственным. Я вас не перебивал всю программу, подождите. Ну, не смогли бы это сделать. Я хочу сказать о том, что есть вот правильно, ну, вы сказали, да, про вот эти какие-то крайние точки, вот как гопота, а есть крайние точки людей, там, молодых людей, кто действительно ходит, занимается, там, кто-то играет на фортепиано, кто-то вот в драм-кружке и так далее, и так далее, но абсолютно вот была права женщина-спикер с оранжевого дивана о том, что это никак не влияет на успех человека в жизни. Тот же, правильно вы говорили, что Адольф Гитлер, да, там, он был художником. Вы знаете, ну, у меня есть более близкий пример из моей жизни. Я знаю, как вот со мной вместе в одном классе учился молодой человек. Он с первого класса там ходил, играл на скрипке, все радовались тому, как он играет. Замечательно было. А сейчас он спился. Он алкоголик. И его скрипка никак на это не повлияла. И есть другие примеры, что люди там были... Как вы думаете, почему? Ну, позвольте, я договорю. Хулиганами были в детстве, да, там, лазили через забор и воровали яблоки, и они стали министрами. Замечательно. Понимаете, вопрос... И сейчас, когда говорят о бескультуре и молодежи, об отсутствии у молодежи спроса на культуру, это тоже неправильно. Посмотрите, сколько людей ходит на ночь музеев. Это колоссальные очереди. И поэтому встает вопрос. У нас спрос на культуру у молодежи, спрос имеется. Соответственно, за работниками культуры остается лишь вопрос чего? Верно, вопрос предложения. Но предложить надо только так, чтобы было интересно. Тот же проект, есть молодежный проект «Артзавод», о котором, может быть, немногие слышали, немногие знают. Ну, вот из арсенала люди знают об этом артзаводе. Там собираются молодые люди, которые формируют культуру, которые... Молодые художники, инсталляции какие-то делают, еще чего-то. Другие приходят и смотрят. И это интересно. Надо дать то, дать таким образом, чтобы это было просто интересно. Тогда потянуться гораздо больше. Ну, главное, не целующиеся милиционеры, да, как было сколько-то лет назад. Это вообще... Вещи нам не нужны. Я могу вас попросить. Вы можете наизусть прочитать стихотворение свое любимое? Да, могу. Давайте. Сергей Есенин, ты меня не любишь, не жалеешь, разве я немного некрасив? Несмотря в лицо, от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив. Молодая, с чувственным оскалом, я с тобой ни нежен, ни груб. Расскажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о чем-нибудь другом. Я и сам люблю тебя не очень, утопая в дальнем дорогом. Этот пыл не называй судьбою, легкодумно вспыльчивая страсть. Как случайно встретились с тобою, улыбнусь, спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой прожигать безрадостные дни. Только ни целованных не трогай, только ни горевших не мани. И когда с другим по переулку, ты пойдешь, болтая про любовь. Может быть, я выйду на прогулку, и с тобой встретимся мы вновь. Отвернув к другому плечи, немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо, добрый вечер. Я отвечу, добрый вечер, мисс. И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не сможет. Кто сгорел, того не подожжешь. Спасибо большое. Безкультурия заразна, культура нет. А было бы лучше, если было бы все наоборот. К нашим телезрителям обращение, к молодым, если не ходите в театр, на выставки, на фото-выставки, в музеи, все-таки ходите. Говорят, это полезно не только для души, но и для ума. Спасибо всем большое, кто принимал участие в программе. Спасибо нашим телезрителям. Вы смотрели ток-шоу «Вызовы жизни». Увидимся с вами через неделю. До свидания. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова